Здравствуйте! Это видео продолжение другого видео с названием Почему горит мельгает масленка? Причины. Загорается датчик, лампа давления масла. В том видео я показывал один из вариантов, если мельгает масленка, с чего, например, нужно искать причину. Последители часто спрашивают, что может быть с причиной, если загорается маслодатчик, и с чего нужно начинать, чтобы выявить причину. В этом видео я предлагаю мои рекомендации, и я сейчас перечислю, что именно может быть с причиной, и об некотором из них коротко поговорю. Я не мастер и не гуру в этом деле, но сам несколько раз сталкивался с такой проблемой, и имеется какой-то опыт в этом деле. Если вы знаете еще какие-то причины и сталкивались с ним, пожалуйста, не ленитесь и напишите в комментариях. Делитесь вашим опытом. Это будет полезно и для других посетителей. Вариантов тут много. Это именно тот случай, когда диагностика двигателя мало что может нам подказать. Хотя держать в подачке диагностический сканер, советую всем. Это для владельцев современных автомобилей обязательная вещь, и купить ее можно недорого в интернете. Ссылку на магазин оставлю ниже в описании видео. Только при покупке в описании обязательно обратите внимание, именно для каких машин этот сканер подходит, и читайте также отзывы. Если у вас горит масленка, причиной может быть маслонасос, кладыши, неисправный датчик давления, забитый или тряснувший маслоприемник, забитые маслоканали, маслофильтр, балансеры, опоры, маслоотделитель, замыкание проводки маслодатчика на массу и другие причины еще. Часто бывает, что проблему можно исчерпать очень легко, с маленькими затратами. А иногда бывает, что мы сталкиваемся с того, что ящим ремонтом двигателя. Как только вы заметили, что масленка горит или мигает, по инструкции и по существу, вы сразу должны остановиться автомобиль. Замерить уровень масла, обследовать двигатель. И если что-то подозрительное не заметили, начать думать о том, что вы сделали в последнее время. Не поменяли ли масло недавно, или масленный фильтр, или еще другой деталь на двигателе, чтобы найти какую-то связку. Часто виновником в этом деле является самое некачественное масло, или масло другой вязкости, другой фирмы. Особенно участвовались в продаже некачественных масляных фильтров, внутри которых некачественные материалы. Производители экономят на материале, и случается, что бумажный картон внутри фильтра разваливается, или прилипает друг с другом, в связи с чего в системе образуется низкое или высокое давление. Если в этом плане все в порядке, нужно начать поиск для выявления другой причины. С чего начать поиск, могу дать несколько рекомендаций, и, наверное, многим поможет. В предыдущем видео я говорил об одном из них. Ссылка на этот видео будет внизу в описании. Один из вариантов – проверка уплотнительных резинок под фильтром. Но, конечно, уплотнительные резинки могут быть причиной редко. Часто приходится искать другую причину. После этого самое главное, о чем мы должны думать, это измерить давление в масляном системе. Делается это очень просто. С помощью манометра в автосервисах. Или такой манометр можно также приобрести на Алиэкспрессе. И давление можно измерить даже в самостоятельном собственном гараже. Ссылку на магазин манометру оставлю ниже, в описании видео. Этот манометр с переходниками после покупки я получил всего за 2 недели. И давление меряется очень легко. Достаточно снять с подмасляным фильтром татчик и одеваться на вертышку вместе с татчиком. Иногда этот татчик на разных автомобилях устанавливается на разных местах. И нужно знать, где именно оно расположено. Минимальное значение давления, которое должно быть в системе, часто написано на татчике давления. А если не обнаруживается такое, тогда придется поискать в технической документации автомобиля. На Volkswagen CC, например, видно, что минимальное давление должно быть 1,2 к пару на холостом ходу, когда двигатель хорошо прогрет. Не беда, да спустим, если давление в системе 1 бар. Но это уже говорит о том, что в системе имеется какая-то неисправность. Если в масле в системе низкое давление, нужно уже искать причину. Теоретически, когда манометр показывает низкое давление, крышит на датчик давления нецелесообразно. Но все-таки рекомендуется в первую очередь поменяться, поставить другой датчик и понаблюдать, что произойдет. Если масленка перестанет мигать, значит проблема исчерпана. А если нет, значит нужно искать еще другую причину. Когда замена датчика не помогает, нужно уже думать о снятии поддона. Снятие поддона может нам о многом рассказать. Главное, на что мы должны обратить внимание, это дно поддона. Если на дне имеются элементы стружки или что-то подобное, подозрительное, тогда обязательно нужно обратиться к мастеру, и вам придется выполнить дорогостоящий ремонт двигателя. Если на дне стружки нету, потом внимательно нужно осматривать маслоприемник. Есть или нет на сетке маслоприемника грязь и почистите ее. Может быть трещина и отломки есть на маслоприемнике. Внимательно также нужно осмотреть поддон, нет ли мятин на нее. Било у меня однажды такой случай, на поддоне была мятина, и как только выпрямили, проблема исчезла. Частой причиной является также маслонасос. Часто маслонасос изнашивается, рано исчерпывает свой ресурс и не может создать нужное давление в системе. Трудно, конечно, диагностировать, но целесообразно вскрытие, что может нам о многом сообщить. Если после этого не все в порядке, тогда уже время задумываться, не грешит ли вали, клядыши, пастели распредвалов, события маслоканали, опоры, замыкание проводки маслодатчика на массу, маслодолитель, балансирные вали. Проблему с давлением масла также усиливает неисправные масляные форсунки, охлаждение поршней. Было такое случая, когда после замены масла для делителя давление в системе стало в норме. Балансирные вали – это еще известная проблема, особенно для автомобилей концерна ВАГ, и часто основной виновник низкого давления и причиной всего является несвоевременная замена масла в системе и попадание герметика в масле. Извлечения, неисправные балансиры, как правило, бывают с нарушенными, оплавленными или забитыми стручкой фильтрирующими сеточками. Иногда эти сеточки отсутствуют, что указывает на внутреннее разрушение балансирного вала. Так что, друзья, не ленитесь и ухаживайте со двигателем. Меняйте во время масла фильтры. Когда вашему автомобилю будет приятно, он вас так довезет, что вам тоже будет приятно. Если что-то для вас было полезное в этом видео, пожалуйста, не забудьте кликнуть на кнопку «Нравиться» и поддержите наш канал. Хочу еще вас попросить перейти в магазин Алиэкспресс по ссылке ниже в описании. Если вам нужно, приобретайте автотовары Тюнинг для вашего автомобиля. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok